Привет из Гамбии, и у нас следующий доклад про границы в OpenStreetMap и их тегирование. Итак, Сара Хопман, 20-минутный доклад. Добро пожаловать в этот доклад, это продолжение доклада с 2018 года про адреса. Я делаю геокодер, на котором работает стака поиска на сайте OpenStreetMap. Есть два вида адресов. Первый – это почтовый адрес, то, что вы пишете на письме. Люди обычно знают, как выглядят почтовые адреса, они структурированы. И в Осме понятно, как их картировать. У нас есть теги типа house number, street, их можно обрабатывать и геокодировать. Проблема в том, что большинство мест в Осме у них нет адреса. Например, озеро. Для них нужно как-то описывать их местоположение. Описание обычно содержит название и описание того, что находится рядом. И так мы делаем базу геокодирования. Мы собираем все места и потом ищем, что может их описывать. И для отображения эти места нужно классифицировать. То есть нужно написать. Место находится в таком-то городе, в такой-то области. В Милане я рассказывал, какие объекты можно использовать. Типа административные границы. Границы хороши тем, что можно определить внутри или снаружи, что эти границы тут находятся. И у нас есть иерархия по значению admin level. Проблема в том, что admin level – это все их числа, так что нам особо не описывает адреса. А точки населенных пунктов, они имеют смысл для адресов, но описывают только центр. То есть непонятно, другое место находится внутри населенного пункта или снаружи, если он отмечен только точкой. Так что иерархия тоже непонятно, что находится внутри чего. В Милане это был больше такой теоретический разговор. Но в прошлом году я переделала обработку адресов номинациями. И сегодня будет более практическая часть. Сегодня я покажу какие-то глобальные шаблоны и проблемные случаи. Потом покажу алгоритм адресов номинациями. И покажу, что иерархия означает для потребителей данных. Начнем с глобальных шаблонов. Все кажется, что ваша страна отличает всех остальных, но вообще шаблоны есть какие-то. во всех странах есть большие и маленькие города, окраины и прочее. Есть загородные районы, где есть какие-то маленькие районы, маленькие городки и всякие деревни. Как это рисуют? Есть несколько стратегий. То есть можно просто увеличивать, уменьшать значение админ-левел. Вот как распределяется значение админ-левел в городах, за их пределами и в метрополисах. Вот и мы так и маппим в OpenStreMap. Мы пропускаем границ, которых не существует. Вот и большие города могут получить админ-левел 4. В Польше все не совсем так. В Польше они дублируют все границы на всех админ-левелах. То есть мы выбираем не минимальный админ-левел, а все админ-левелы. Вот иногда бывают разные иерархии. То есть с загородом у нас так, а в городе совсем по-другому. То есть мы тоже используем соответствующие значения админ-левел. А чтобы разделять город и загород, мы добавляем теги place на границе. Ну, третья стратегия – игнорировать. Привет, Москве, на слайде. Мы видим вот граница админ-левел 4. Это штат Москва. И вот админ-левел 5. И вот у нас части города. Но у нас нет админ-левела для самой Москвы. То есть у нас есть полигон place для Москвы. И у нас есть несоответствующие ему полигоны админ-левел 4 и 5. Объединяемые города. Например. Города растут и решают объединиться, или деревни растут. Например, мой родной город Трестон отметен красной точкой. Все зеленые точки раньше были независимыми деревнями. Некоторые эти бывшие деревни. По ним видно, что это раньше были загородные дома. Вот с церквями и с зелеными кусочками. Но вокруг них уже выстроились высотки, и никто особо не адресует эти места как деревни. Но еще сложнее, когда вы отходите от центра Дрездена. Вот, например, деревня Ландербрук, которая выглядит как деревня окружена лесом и полями. Вот даже есть небольшой пруд, то есть вылез как деревня. Но это пригород. Вот, но никто не будет мапить как сабурб. Если он выглядит как деревня, то, скорее всего, нужно тегировать как деревня. Вот, ну и с границами Дрездена тоже были деревни, но они тоже съедены ближайшими городами. Они вместе с ним вместе с домом, и с новым домом. Так что они сейчас рядом с домом. Вот, что здесь можно узнать, что не сказать, что ты не сможешь это схватить. Или объявить о том, что здесь находится в этих местах. И это все нормально. Мы имеем место властей, которые находятся в других местах. Мы имеем место властей. Так что нужно использовать в других местах. Первое, что мы установим, нельзя использовать ни значения .place, ни административные уровни из OpenStreetMap. Номератием собирает пять окружающих границ или городов и распределяет по категориям, то есть в соответствии с значением админ-левела place присваивает категорию слева. Иногда эти соответствия настраиваются в зависимости от страны. Потом мы соединяем точки place-off и административные границы или границы населенных пунктов у нас есть. Лучше всего работает, когда на точке и на границе один и тот же тек вики-дата. Вот. Также точка может быть в отношении граница с ролью label. Или на точке place может быть такое же название и похожий уровень адресации. Ну и наконец-то на отношении можно посмотреть значение .place. Ну и наконец мы смещаем категории границ, сохраняя иерархию. Например, у нас есть две деревни, одна независимая, админ-левел 8, одна зависимая, админ-левел 9. Вот. И мы смещаем их категории. Вот. Если бы мы не учитывали иерархию, то обе деревни были бы городами в этом контексте. Но мы сохраняем иерархию, поэтому вторая деревня, которая внутри города стала пригородом. Теперь добавляем независимые точки place-off. Другая деревня, которые не учитывали, сейчас нужно добавить. И здесь есть две степи. Первое, есть фильтры. Итак, place nodes должны быть в один же административный банды, как в месте мы хотим использовать. Это фильтры от большого банды или place nodes, которые могут быть плохим. Потом мы делаем то же самое, как мы делали, и мы делаем то же самое, что мы делаем. Если мы найдем что-то place nodes в административный банды, что сейчас находится на же административный банды, то мы просто shift это до. Оба здесь, как это не было в Лондоне, мы имеем в Лондоне, и мы имеем в городе административный банды. И мы имеем в городе, где находится в центре, Смещение категории работает только на один шаг. И нужно очень хорошо матчить границы с точками place. Так что, если вы не рисуете границы сенсионных пунктов, лучше нарисуйте. Какие проблемы появляются? Соединенные Штаты. Почти всегда там проблемы, потому что там у них нет полного покрытия, административными границами на уровне ниже каунти. То есть у них нет границ городов, подтверждаем. Но почтовые службы решают это тем, что они определяют, так называемые почтовые города, которые отвечают за территории. В Великобритании административные границы особо не имеют смысла, потому что они меняются постоянно. И поскольку они все время меняются и не себя используются, то люди особо не используют их для адресации. Три границы, которые выглядят слегка по-разному, и только некоторые из них используются. Как-то непонятно, какие из границ использовать, и в Вики это особо не задокументировано. И нарисованы по-английски тоже неконсистентно, так что использовать их особо смысла нет. Если использовать точки place, то мы опять возвращаемся к проблеме городов внутри городов. В Китае, например, решили раздавать значение тега place так, чтобы карта рисовалась лучше. То есть во всех районах точки используют place city, хотя там нет столько больших городов. Наверное, можно ввести исключение в алгоритм, но вообще непонятно, стоит ли поощрять такую категорию для рендерера. Так что программирование этого заняло больше времени, чем я ожидала, и данные оказались довольно сложны. И, в общем, пришлось каждый случай разрабатывать самостоятельно. Вики читать совершенно недостаточно. Нужно посчитать статистику, что где используется, делать это для каждой страны, читать про иерархии в каждой стране и понимать, что где происходит. Так что у меня появились такие наблюдения насчет роста OpenStreetMap и использования данных. У нас есть такой парадокс, что чем больше у нас данных, тем меньше пользы. То есть у нас есть тенденция перехода от простым к сложным объектам. То есть вот мы кемпинг нарисовали одной точкой, а потом мы перерисовали в целую площадь с туалетами, с местами для стоянки и так далее. Но проблема в том, что у нас нет особо инструментов для работы с таким уровнем дилетализации. Мы не можем оценить множество объектов, сложные объекты, как такой новый кемпинг. И отношения помимо мультиполигонов особо не используются. И смысл данных ОСМ меняется. То есть мы хотели рисовать то, что релевантно, полезно людям, а теперь мы хотим сделать полную базу данных. То есть сначала мы объективили границы, мы хотели просто иметь линии на карте, понятные людям, вот типа границы стран. А потом мы начали получать данные правительств, вот и начали их импортировать. И теперь у нас есть полный справочник всех территорий определенных правительствами. Вот. И это побуждает вопрос, а какие границы я вообще хочу рисовать на карте? Вот и ловушка отзывов. То есть люди рисуют то, что хотят увидеть на карте. Вот. То есть такой пример. Пешеходная дорожка, highway footway. Вот. А потом люди решили рисовать тротуары. Вот. И для тротуаров люди использовали highway footway, потому что он отображался на карте. Вот. Но для розы, оказалось, важно этот тротуар или отдельная пешеходная дорожка. Так что мы добавили второй тег. Вот. И теперь проблема, что для правильной использования нужно знать про эту комбинацию. И, в общем, теперь пользователи данных должны строить свою базу метаданных. Вот. Где учитывать правила картины для разных стран и разных тегов. То есть, чтобы понять, где какие теги используются. Глобальные правила, локальные правила. Например, amenity-cafe означает разные вещи в Германии и во Франции. Вот. Так что каждый пользователь данной должен провести свои исследования, чтобы понять. И это такой очередной вход к закрытию данных OpenStreetMap. Вот. То есть, OSM не может использоваться напрямую. Людям нужно покупать заранее обработанные данные, чтобы данные OSM принесли какую-то пользу. Так что какой вывод нам нужно реально подумать про предположения баз данных. Нужно стандартизовать сложное картирование. Это сильно поможет в сложных обсуждениях вопросов картирования. Сложное картирование никуда не уйдет. Вот. То есть, нам не нужны новые типы данных. Не нужно менять модели данных. Но если мы стандартизуем картирование, уже будет сильно проще для потребителей данных. Вот. И если вы хотите уточнить какие-то вещи, заняться микромаппингом, подумайте, какие простые случаи из полезных данных вы ломаете. Вот. Собственно, все. Большое спасибо. Вот. Если вам интересно номинациям, зайдите на сайт nominati.org. Вот. И спасибо всем, кто поддержит этот проект. Особенно OpenCache и Komoot. Спасибо. 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 The first question is, how should we handle boundaries changing, which seems to happen more than most would realize? How would we handle changes in the upstream data lines when they change example out of copyrighted? Okay. So, first, boundaries changing. Well, that's part of life. I mean, if they're just moving around, you just move them around. The more difficult one is the mergers, which I mentioned. And this is actually one of these points where, personally, I'd like to think often it would be good to leave the old boundaries basically as a place area in place. But it depends a little bit. So, if you have two villages merging, for example, then the villages used to be fairly well defined and it would be nice to keep the area of the village. People sometimes do this. Sometimes they leave them as old ones. But, yeah, I'd like to have this. It's always valuable information for us. And there was a second part, I think, about the licenses. Well, that's not my strong suit. But basically, well, if they get copyrighted, then it's nothing that changes for you because you used the not copyrighted data before. So, that should be fine. The second question, how does Nominatum get its feedback loop? That is, do you only hear from OSM gigs if the address information is bad or good? Other people may think differently. Yes. So, mostly, it goes to the Nominatum issue tracker. So, when people complain there. The stuff I did here with the addresses, I did a lot of research also with going to Wikipedia, looking at other sources, how are official addresses formatted and so on. We are also, at the moment, have a Google Sum of Code project where we are trying to build a feedback form. And there, I hope to get a little bit more feedback also from other people just using the search engine and then they can tell, oh, this is wrong and this part should be changed and so on. So, I hope we get more feedback there. What are your thoughts on low-cost drawings? Approximate boundaries of their suburb with place equal to suburb tax based on their own definition goes against the standard OSM rule of presence on the ground and can leave out places that might deserve to be considered part of certain suburb. But, on the other hand, can lead to a much better view of hierarchy of places than just a place approximately in the center of suburb neighborhoods. Sorry, long one. Yes. So, yeah, I'm a big fan of drawing place areas. But, yeah, as the question already said, it is contested because you can't do it approximately. But, basically, even if they overlap a little bit, that would be fine if you say, okay, this area there, some say belong to this and belong to this. I don't agree that it is against the on the ground rule because on the ground rule also means if you ask all the people in the street and they tell you the same thing, that they are in town, beat city or something, then basically that you can verify this. But I know it's not something we do and it's potential for conflict. Let's put it like this. Do you think map rendering should move to a similar recasting of place classification as you describe? Oh, that's a tough one. I don't think so. I think it would be too complex. I mean, the algorithm that Nominatum is using, it requires a lot of pre-computation. So, I'd rather see that maybe at some point we get to a mapping where it can be easier to inferred, but I'm not sure here, I have to say. Do you think data users could or should play a role in harmonizing place daximony in RSM? That's, okay, difficult question. So, it's always important for, I mean, the, especially we had just rendering and geocoding, of course, they need this data. But in the end, I think it's more important that the local mappers agree on what they should do. So, basically, we need to kind of globally agree the general rules, how it should work. So, the thing I was talking about, that what you use in the place is what it looks like and not what the government tells you that it is supposed to be something like this. And then I think it's more important that the mappers then locally say, okay, this is the classification we do. I think Portugal has recently had a year-long discussion to do this, and they have now written a wiki page, and this was really nice. So, this is something also I can read and just put in as a data user. How do you handle enclaves where part of one country is inside another? That's a simple thing to do. It's, you can just draw multiple polygons and basically the enclave then just goes into the other country. That's simple geometry. Administrative mergers don't mean that the villages are merging. For example, in Iceland, where the regional authorities are merging, but the towns are still in separate and are still in separate places in practice and name. Is there a guide how to map that so it makes sense to nominate him? So, this is exactly the settlement merging which causes the problems. So, what I would do here is, as I said, definitely use the place city as before. And if you say the merging entities don't have a real meaning anymore, then just put them up in a higher administrative level. And say, for example, in Germany, we use municipality and then you have basically saying municipality, well, that's kind of a village, but it's actually merged villages and we don't care much about them as we care about place villages. And if you do this consistently, then this is something that can be fixed. So, using the place types can fix this government optimization problem, basically. Do you see a way to start the denominator search on OSM.org in the middle of the currently structured map and then go outward from there? At the moment, mostly places in other parts of the world are found. It's doing this. So, generally, when you have a look at the map, the OSM website sends the area you're currently looking at. And it does prefer a little bit the places which are there, but not a lot. And the reason is that it tends to give you a lot of errors if you have a strong bias on what you're looking at. Because all the little poise restaurants and so on, they suddenly show up. And we have an issue open there to improve this a little bit. So, to say, okay, the more important features which are in the current view should be shown better. But, yeah, this is basically still on to-do list. Okay. There are no other questions, if you just want to say something. No, thanks. Thanks for listening. Yeah. Thank you, everyone. If you still want to connect with the speaker, you can find her on the post tag chat room. And then they can, if you have more questions or feedback, you can continue there. Thank you for now. Bye. Bye. Bye.